Многие, пытаясь снизить вес своего ходового комплекта одежды, совершают ошибки, потому что правильно мыслить набором характеристик комплекта, а не весом конкретного изделия. И главная идея звучит так. Чем больше времени мы несем единицу одежды нашего ходового комплекта в рюкзаке, тем легче она должна быть. А чем чаще мы используем весь ходовой набор, тем меньше мы обращаем внимание на вес изделия и фокусируемся на его основных характеристиках. Сегодня мы погрузимся в нюансы и поймем, как это работает. Всем привет! Меня зовут Андрей. Я являюсь основателем одного из крупнейших сообществ облегченного туризма, поклонником спортивных одиночных путешествий и ведущим канала о легкоходстве. И в сегодняшнем видео я хочу поделиться опытом использования комплектов одежды в туризме и правильным его подбором, чтобы не нести лишнего. Сегодня мы попробуем распутать небольшой клубок по части применяемой нами одежды в горных походах. Но не стоит забывать главное правило, что все это величина довольно условная. Слишком много зависит от задач конкретного человека и его физиологии. Вообще скажу сразу, я привык мыслить комплектами, поэтому пройдемся по базовому принципу моего подбора. Итак, первый нательный слой. Ключевыми параметрами для сравнения должны быть скорость испарения, эффективность передачи влаги в следующий слой и его теплоизоляция. В части условий характеристики изделия могут осознанно меняться нами в зависимости от типа выбранного следующего утепляющего слоя. То есть это может быть как легкое, так и теплое. Летом в горах на относительно небольших высотах при интервальной нагрузке, когда средняя температура постоянно скачет, вопрос подбора гибкого комплекта с возможностью комбинации стоит остро. Рассмотрим пример облегченного комплекта на теплую погоду в Среднегорье, без смены нательного белья и минимальной переносимой одежды в рюкзаке. Это может быть синтетическая рубашка или футболка с длинными рукавами с минимальной теплоизоляцией. Такой слой используется для подхода в горе, в долинах по жаре с незначительной облачностью и ветре. Изделие должно блатать умеренной или свободной посадкой, хорошей устойчивостью к ультрафиолету, а также пилингу и зацепам. Я крайне рекомендую использовать именно свободные размеры, чтобы вокруг кожи циркулировал воздух. Поверьте, в безветренную жару это действительно добавляет комфорта. Например, футболка «Сплав Трейл» или «Сплав Фрэш». Желательно в светлых тонах, конечно. Она достаточно легкая, комфортная и приятная к телу. Ввиду своей аскетичности, в этой футболке я ходил неделю, сняв лишь однажды в озеро, чтобы постирать. При любом изменении погоды или появлении ветра, надевается легкая ветровка или софтшелл с низким показателем продуваемости для устранения дискомфорта и возможного переохлаждения. Это может быть любая легкая ветровка из вашего шкафа или, например, подобная куртка из ассортимента «Сплав». Это называется «Сплав Трейл». Беговая курточка довольно хорошо изолирует вас от внешнего холодящего ветра. Ее особенность в легком весе, что очень важно для такого изделия, ведь надевается по большей части она будет лишь при кратковременном похолодании на перевалах и утром. Как правило, чаще всего такие куртки обладают и ДВР-обработкой, что позволяет не снимать ее во время мелкой муроси или в плотном тумане. А хорошая защита от ветра позволит нам использовать менее теплый утепляющий слой и сэкономить в общем вес. В зависимости от погоды и состояния в момент времени комплект дополняется и легким утепляющим слоем с высокой воздухопроницаемостью, малым временем высыхания и, например, вот в таком исполнении флисовым или гридовым слоем. Это должно быть с средней или свободной посадкой, например, таким как сплав Basic или сплав Active Grid, желательно до 200 грамм на метр. Такая легкая утепляшка защитит нас от воздействия холодных потоков ветра и создаст внутренний микроклимат без перегрева. Следующим наиболее важным элементом комплекта является дождевик. Есть много спор на тему того, что же лучше, мембранная куртка или дождевик. В целом изделия достаточно хорошо применяются в теплых условиях Среднегория, но все же есть отличия. Классический дождевик чаще всего накидывается поверх общего комплекта и должен защищать нас полностью. На самом же деле здесь есть много нюансов. Свободные дождевики разбалтываются при ветре, а рукава обильно заливаются водой. А если выбирать дождевик с плотной посадкой, то при движении в нем просто начинаешь потеть и мокнуть от собственного пота. Ведь по сути это просто пакет. Поэтому я рекомендую летний комплект дополнять легкой мембранной курткой с хорошими показателями паротведения. Например, куртка Minima, довольно прочная и позволяет нам не перегреваться. В таком изделии удобно будет и двигаться под дождем, и просто находиться в лагере. При улучшении видимости, погоды, все элементы снимаются в обратном порядке и аккуратно складываются в наш рюкзак. В 90% случаев, в предсказуемых условиях и с хорошим планированием такого ходового комплекта должно хватить на весь предстоящий поход или тренировку. И да, я не сказал о брюках, поскольку для теплых условий можно использовать абсолютно любые легкие и быстро сохнущие варианты. Я, например, в зависимости от региона использую просто беговые шорты или штаны. Осень, весна в горах на относительно небольших высотах знаменуют западный порывистый ветер, облачность и скрытность разных погодных явлений. Средняя температура часто около 5-10 градусов днем и 0-5 ночью. Опять же, рассматриваем в линии эффективности под задачей облегченного туризма без смены нательного слоя и минимальной переносимой одежды в рюкзаке. Итак, первое. Базовый слой со средней компрессией, хорошей степенью испарения и умеренной теплоизоляцией. Первая особенность нам нужна для того, чтобы не получить перегрев во время движения в относительно хорошую погоду. А второе – для обеспечения оптимальной теплоизоляции в случае прямого теплосъема. В сильный ветер или в условиях обильных осадков. Из легких вариантов такого слоя вам может подойти термобелье Fresh или более интересная модель – сплав Берн с капюшоном. Отличия здесь есть. Они небольшие, но в целом оба варианта довольно хорошо используются в межсезонье. То есть весна, осень – в зависимости от ваших потребностей. Берн у нас более свободную посадку имеет. Ну и, соответственно, в нем можно двигаться и под солнцем, когда становится жарко. А Fresh у нас имеет формат классического термобелья и садится по телу, отводя испарение наружу в следующий слой. У нас также может быть и более теплое белье, например, на гридовой основе. Такое белье подходит уже под более холодные условия. Его можно использовать в том числе и зимой при беге, но для холодной осени, холодной весны это белье отлично будет и согревать, и выводить влагу в следующий слой. В таком белье средний слой может быть легче, нежели при использовании, допустим, того же белья Fresh. Немного пояснений. Дело в том, что между слоями одежды всегда находится воздух, и нет особых препятствий для конвекции. И в случае таких физиологических и физических обменов наиболее лучшим образом будет происходить с использованием белья с умеренной теплоизоляцией, так как между базовым слоем и телом за счет прилегания будет сохраняться некая безопасная величина теплого воздуха. В зависимости от плотности утепляющего слоя мы можем слегка играться плотностью нательного. Но в целом я бы советовал рассматривать что-то наподобие футболки Splav Burn. В ряде положительных условий и нагрузок в осенне-весенний период ходовой комплект дополняется хорошим совшелом с высокой степенью воздухопроницаемости и умеренной ветрозащитой. А буфер для неблагоприятных условий берет на себя легкая мембранная куртка и преимущественно переносится в рюкзаке. О ней мы говорили чуть ранее. В зависимости от погоды и состояния в момент времени комплект также дополняется легким утепляющим слоем с высокой воздухопроницаемостью и малым временем высыхания. Например, классический флис или легкая синтетическая куртка. Здесь важно отталкиваться от условий похода. Флис всегда универсален, быстро сохнет, не боится кустов и камней. Но синтетическая куртка зачастую легче и занимает меньше места в рюкзаке. Поэтому, если вы уже продвинутый турист, то взгляните на облегченные куртки с высокой воздухопроницаемостью, например, из серии Barrier Light. Дальше коротко о брюках из легкого совшела. Принцип плюс-минус такой же, как и для лета, но для межсезонья желательно подбирать ткани с меньшей воздухопроницаемостью. А в качестве утепления добавляем теплое термобелье, например, из микро или гритфлиса. В них можно будет спокойно находиться в лагере, а также в холодную погоду двигаться. Ну и осталось последнее, чем я часто пренебрегаю и каждый раз вспоминаю с досадой. Это легкие мембранные штаны. Очень выручают в ветреный снегодождь, надевая поверх своих ходовых брюк или поверх утепляющих. Такой комплект позволит раздвинуть границы применяемой одежды достаточно в широком диапазоне условий и дает возможность быстро и оперативно реагировать на погоду, не меняя ходового комплекта белья, минимизируя переохлаждение тем самым. Если все это показалось слишком запутанным, то предлагаю достаточно простую формулу. Когда тепло, мы берем с собой первое, тонкое белье, второе, легкие брюки или шорты, далее ветрозащиту с низкой воздухопроницаемостью и утепляющий слой, например, тонкий флиз. Обязательно мембранную куртку для того, чтобы находиться во время дождя на треке, ну и, соответственно, оставаться сухим. Легкий пуховик на случай внезапного похолодания. У сплава есть пуховик Чимган, достаточно легкий, и я просто кайфую от него. 300 грамм веса с обалденным наполнением позволяет в целом и летом, и осенью, и весной находиться всегда в тепле. В некоторых случаях опытные туристы могут вовсе отказаться от среднего слоя и использовать лишь пуховик на стоянке. Ну и для аскетов, немного теряя в общем комфорте, можно отказаться и от ветровки, используя лишь мембранную куртку и в качестве ветрозащиты, и в качестве дождевика штормовки. Когда же достаточно прохладно, мы берем с собой примерно тот же набор, что и для лета, но с небольшими изменениями. Вместо легкого белья лучше подойдет белье средней плотности, а вот в качестве ветровки мы берем куртку с меньшим показателем ветрозащиты. Например, вот такую курточку из ассортимента сплав. Для того, чтобы при движении излишки тепла выходили. А для утепляющего слоя тот же флис или легкую синтетическую куртку с дышащей тканей. Такой комплект позволит нам двигаться в холодную погоду и не перегреваться. О шапках, мембранных варежках, неопреновых носках для бродов и прочих мелочах, делающих ваш поход более комфортным, стоит говорить уже отдельно. С вами был Андрей Каулько. Еще увидимся. Пока.